Всем привет и добро пожаловать в очередной 3 часа. Погнали! Погнали! Это сделать обзор на пистолет-пулемет Бизон. Честно говоря, я этому очень долго сопротивлялся. Почему? Потому что я боялся разочароваться в этой вещи. И вот, неделю как назад я пришел в магазин и меня спросили, ну что, что следующее, на что ты будешь обзоры делать? Я посмотрел на верхнюю полку и увидел его. И тут я подумал, а с чем черт не шутит? Давай Бизона! Издалека этот привод мне казался чертовски привлекательным. Но когда я взял его в руки, к сожалению, на меня напал депрессняк. Потому что, мягко говоря, я в нем разочаровался. Но начну, пожалуй, я с самого болезненного. Это со стоимости данного привода. Потому что в среднем это 21 тысяча рублей. Я нашел самую большую разницу между 18 800 и 30 тысячами 500. Я же говорю, все зависит от наглости продавца. Первым делом мы обращаем внимание на приклад. Да, весь привод выполнен целиком и полностью из стали. И магнит пристает ко всему, что здесь есть. Это заклепки, винтики. В общем, все абсолютно детали у него выполнены из стали. Но давайте проведем небольшой следственный эксперимент. Попробуем сложить этот приклад. Мы нажали кнопку. Он легко отделился, что нетипично для ЛЦТ. Он очень легкий ход имеет. Не знаю, это недостаток или преимущество. Но все-таки слишком просто он двигается. После чего попробуем подергать его. И здесь замечен для ЛЦТ, я считаю, что это катастрофический люфт. То есть приклад двигается влево-вправо. Дергается, шумит. Это неприятно. После чего давайте попробуем его сложить. А вот хрен вам. Сложиться-то он сложится. Но закрепиться он не закрепится. Все потому, что особенность конструкции пистолета-пулемета 19 от ЛЦТ не позволяет закрепить приклад при пристегнутом магазине. Согласитесь, нонсенс. Для того, чтобы сложить нормальный приклад, нам необходимо снять шнековый магазин и, собственно, сложить данный привод. Когда мы его поставили на место, он почему-то не фиксируется. И на месте болтается и гремит. Если даже хорошенько тряхануть, то он отсоединяется. Поехали дальше. Цельно-металлическая ствольная коробка. Зашибись. Крышка ствольной коробки. Я так и не смог понять, почему она настолько большая. Да, она хорошо встает на привод, но при этом замечен ее катастрофический люфт. Вы только послушайте. Она просто в ней гремит и сильно болтается. Для того, чтобы ее зафиксировать, необходимо вставить аккумулятор, который помещается у нас под крышку ствольной коробки. И то, если вы поставите аккумулятор АКО-типа, который у нас уйдет в цевье, то при этом крышка ствольной коробки опять же не зафиксируется. Но если поставить в него толстенькую липушку или трехлепестковый 11-вольтовый аккумулятор, она зафиксируется и перестанет греметь. Единственное, что вы останетесь без затвора. Он также зафиксируется и не будет ходить. Но, в принципе, для тех, кому не важен энтураж, это не особо важно. С этой стороны мы еще не закончили. Но и это еще не все. Дальше у нас идет переключатель огня. На ЛЦТ мы знаем, что он приближен практически к реальному. И переключить его довольно сложно. Что нельзя сказать о пистолете-пулемете Бизон. Потому что здесь он скорее напоминает переключатель огня на ЦИМе. Да, он очень мягкий и ход его очень простой. Единственное, что он вряд ли при тряске у вас переключит режим огня. Но, несмотря на это, он слишком мягкий. Вот мы наконец-то и подобрались к самой большой, наверное, проблеме владельцев пистолетов-пулеметов Бизон. Это якобы шнековый магазин, который рассчитан на 160 шаров. Честно говоря, я смог его забить максимум на 75 штук. Возможно, переборка мне поможет увеличить его объем. Но по факту, когда достаете его из коробки, вмещает он 60-70, ну, может быть, 80 шаров. Весь магазин выполнен из ударопрочного пластика. Сидит он хорошо, не люфтит. Это приятность. Но с этой стороны начинаются неприятности. Во-первых, это нестандартный его размер. В обычную разгрузку этот магазин у вас не влезет. Вам нужно иметь специальные подсумки для того, чтобы его туда засунуть, хранить и иметь, собственно, смену. А так как в нем всего 160 шаров, а на самом деле 75, то механ вам понадобится довольно много. Вторая головная боль – это смена магазина. Не знаю, почему, опять же, тайваньская компания выполнила сам магазин довольно паршиво. И для того, чтобы сменить магазин, нам необходимо задействовать аж обе руки. Для этого нам нужно нажать здесь и вытянуть магазин. Он его там часто клинит. И, собственно, достали, сменили, поставили здесь, попали в паз и попробовали попасть здесь. И, собственно, вот он встал. На первый взгляд это кажется несложно. Но если он вам попадется в руки, обязательно попробуйте это сделать. Вам это вряд ли понравится. Также неприятная особенность данного магазина в том, что вы лишаетесь права поставить какую-либо планку Пикатинни, за исключением того, что можно поставить на цевьё или на крепление ласточкин хвост. Вы можете забыть о рукоятке переноски огня, о тактическом фонаре, либо выдумывать какие-то другие ухищрения, где их закрепить. Еще один замеченный мной недостаток – это неправильного размера зуб, который должен фиксироваться вот здесь. То есть, когда вы вставляете механу, она должна зафиксироваться с помощью кнопки сброса магазина. Ну, тут есть специальный паз, в который вставляется зуб. Ну, в принципе, если вы посмотрите на свой АК, там тоже самая конструкция. Задний зуб должен вставать до щелчка. Здесь же, в этом магазине, этого не происходит. Потому что он слишком жирный и требует работы напильника. Во время боя у вас может произойти вот это. Опа! И все, отсоединилась. А я не нажимал даже на кнопку. Этот зуб выполнен из очень мягкого пластика. Его испортить очень легко. И в процессе эксплуатации он будет изнашиваться. Мучая этот привод довольно недолго, этот зуб начал вставать на свое место и фиксироваться довольно плотно. Но я думаю, при длительной эксплуатации, этот зуб может износиться практически полностью или даже сломаться. Это неприятно. А самая, наверное, существенная неприятность в этом магазине, это его дичайшая стоимость. Механический магазин от компании ЛЦТ для пистолета-пулемета ПП-19 Бизон стоит практически сумасшедших денег. Начиная от 1000 рублей в тех магазинах, где их нет в наличии, и заканчивая 2500 рублей. Да, вы только вдумайтесь, 2500 рублей за механический магазин для страйкбольного привода. Цевье у нас также выполнено целиком и полностью из листового металла. Оно довольно крепко держится, но слегка люфтит. Пламегаситель съемный. Можно поставить глушитель, или точнее имитацию глушителя. Можно поставить удлиненный ствол и закрыть его также имитацией глушителя. На выходе стандартные 125 метров в секунду 0,20 шаром. И, собственно, больше говорить об этом приводе практически нечего. Нейлоновая пистолетная рукоять, под которой находится моторчик гирбокса третьей серии. Сам гирбокс находится в ствольной коробке, стандартный для АК. Внутри, если мы откроем, мы увидим камеру хоп-апа, которая слегка отличается от АК, но не особо. Для того, чтобы крутить и раскручивать шар, он двигается вправо-влево. Ну, как я его называю, рычажкового типа. Единственное, что переключатель самого хоп-апа слегка длиннее, чем сама ствольная коробка. И до конца она не доходит. Зачастую люди встречаются с проблемой, что привод упорно продолжает перекручивать шар, но при этом расслабить хоп-ап не представляется возможным. Камера хоп-апа выполнена из пластика. Антабка у этого привода всего одна, я так понимаю, под крепление одноточечного ремня. Ну, а нам остается только пострелять. За моей спиной находятся мишени. Сегодня это непривычные мишени, это листок формата А4, а также рюмки с наполнителем. Расстояние 30 метров, 0,28 шар и 125 метров в секунду на выходе. Прицельных приспособлений я никаких не использую. И, заметьте, 30 метров. Многие жаловали, что я стреляю с очень близкого расстояния. Сейчас я попробую с 30 метров. Заметкость? Не ручаюсь. Поехали. Заметкость? Не ручаюсь. Не знаю, попал ли я, не попал. Надо смотреть результаты. Пойдемте посмотрим. Да. Похоже, я тупо не попал. Надо поле идти ближе. Судобище. При великому моему усыплению я не попал с 30 метров. Ну, может быть, попал, но не так, как хотелось. Знаешь, что я сократил расстояние до 20 метров. Давайте попробуем. Да, может быть, я поган из тревога. Может быть, просто прицел сбит слегка. Самое малость. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, время подвести некоторые итоги. Пистолет-пулемет PP-19, он же Bizon, от компании LCT Довольно интересная и забавная игрушка. Единственное, что требует довольно серьезных доработок. Учитывая то, что внутри Gearbox 3 серии, если вы немного пошарите по интернету, то внутрянка у нее мало чем отличается от китайских приводов, то внутрянка, как я уже сказал, требует доработок. Но, помимо этого, и внешние доработки тоже требуется. В частности, надо убирать люфт приклада, надо делать что-то с крышкой ствольной коробки, надо поправить цевьё. Но, в принципе, для тех, кто не особо привередлив, это мелочи. И с прямыми руками они убираются довольно просто. Во всем остальном, по материалам он выполнен прекрасно. Чувствуется то, что вы берете хорошую вещь, монолитную, с которой сломать довольно сложно. Имеется в виду, внешние детали от нее отломать. Ну, а на этом у меня всё или практически всё. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Кому оно стало полезным, поставьте палец вверх. А также можете оставить свои комментарии и замечания внизу. Не забываем смотреть мои предыдущие видео, а также подписываться на канал. Ребята, тут есть группа, которая официальная, наша группа. И не забываем подписываться на нее. Знаете, это место, оно отвратительное. С этой стороны едет поезд, с той стороны едет поезд. С этой стороны едет поезд.